Ну и также самостоятельно, уже без участия Ника Найта, многие звезды скачивали и самостоятельно использовали для создания своих визуальных образов такие персонажи, как Лилузи Верт, его продюсер ТМ-88, который написал, возможно, главный хит десятых годов, который называется XO Tour Life. Это трек Лилузи Верта, который многие, наверное, знают. Приложение использовала группа Radiohead для промоушена своего альбома 1997 года. Его использовала Ариана Гранде для продвижения своего сингла Seven Rings, Мерлин Мэнсон в клипе Tattoo in Reverse и даже российский музыкант Эл-Джей, за что большой шатаут Медеду. Это режиссер клипа, с которым мы списались, у которого я уточнил, действительно ли это наше приложение. Он сказал, да, действительно, за что я ему очень благодарен. Звезды не только музыки, но и фэшена, а также коммерческие бренды совершенно добровольно используют это приложение для создания контента в своих соцсетях. Так, например, это бренд Марсела Бурлон, небезызвестный Луи Виттон, креативным директором мужской линии, который теперь является Вирджил Эбло, который также владеет лейблом of white. Бренд Ветмо, креативным директором которого является Демна Гвасалия, который также управляет брендом Balenciaga. Бренд Монклер и многие-многие другие. А так в какой-то момент выглядел сайт телеканала MTV, и в какое-то время наш сайт выглядел примерно так же. Но примечательно, что он стал так выглядеть после того, как центральный американский офис обратился к нам, чтобы узнать возможность использования наших фильтров в заставках MTV Video Music Awards. Продолжение следует...